друзья всем привет с вами тема и сегодня мы с вами будем учиться делать маски в программе final cut pro для тех кто монтирует в адоб премьере или в любой другой программе могу сказать сразу что принципы работы с масками практически одинаковые отличаются немножко интерфейс и поэтому давайте приступим и посмотрим что можно сделать с масками итак для того чтобы приступить к работе с масками нам нужно определить какие нам нужны клип в моем случае это двери лифта который будет открываться соответственно второй кадр это пролет с дрона просто потому что но он кайфовый пролет дрона поэтому я его решил поставить очень важно подобрать правильно кадры в моем случае когда двери лифта открываются камера двигается вперед соответственно второй кадр у меня например дрон летит не назад а тоже вперед это монтаж по движению глазу будет более приятные не так резко и дерганом будет выглядеть сама анимация маски то есть переход маски следующий кадр поэтому именно такие кадры я и подобрал что и советую вам нужно подбирать кадры чтобы они органично смотрелись друг с другом чтобы начать рисовать маску нам нужно правильно расположить клипы на таймлайне и так мы обрезаем с вами один кусочек нашего первого клипа где у нас открываются двери вашем случае это любой другой кадр обрезаем мы его с того момента где наше движение начинается и по тот момент где как раз таки заканчивается на нижний слой мы подкладываем тот кадр который у нас будет под маской соответственно в моем случае это пролет дрона то есть дверь открывается и здесь вместо отеля должен будет появиться кадр с дроном что делать дальше открываем раздел эффекты маски и выбираем вот этот вот раздел дров маска это означает что мы будем рисовать сами нашу маску нажмите на экране чтобы добавить первую ключевую точку не забудьте переместиться в самое начало нашего кадра для того чтобы правильно начать рисовать анимацию далее мы просто кисточкой такой ставим точки в моем случае это будет небольшой такой длинный прямоугольничек и мы их соединяем получаем вот такую вот штучку дальше чтобы у нас маска правильно была отображена то есть нам нужно наоборот чтобы вот этот вот кусочек был инвертирован в маску а здесь у нас были двери лифта нажимаем инвертировать маску и вот получаем вот такой эффект далее что нужно сделать одним из важным одним из важных моментов которые нужно не забыть на самом начале анимации маски это поставить ключевые точки по этим двум пунктам трансформации и ключевые точки это делается вот таким вот образом мы нажимаем правой кнопкой мышки добавим добавляем ключевые кадры keyframes здесь и здесь все от этой точки мы будем работать с вами далее начинается самая нудная и кропотливая работа перемещаясь по кадрово вы раздвигаете вашу маску точнее ее рисуете так как нам это нужно моем случае по движению дверей лифта вот примерно это так будет выглядеть вот но единственное конечно лучше это все дело действительно в каждом кадре индивидуально потому что так будет более четко еще одним пунктом который вам поможет в прорисовке маски будет вот эти вот два пункта фазер и файлов что здесь у нас регулируется первое первый ползунок регулирует растушевание ваших линий то есть можно их чтобы они залезли чуть за края маски либо наоборот чуть меньше некоторых случаях они немножко смягчаются и некоторых случаях действительно лучше применять эту функцию в некоторых оставить на нуле чтобы у нас края были четкие ровные это тоже самая функция она немножко скругляет наши края то есть немножко их размывает далее еще один небольшой лайфхак если мы зажмем одну из ключевых точек любую в принципе можно зажать и зажмем кнопку команд потянем сторону появится вот такой вот небольшой ползунок который даст нам возможность круглить наши края маски и в некоторых случаях это может сыграть ключевую роль в более четкой прорисовки маски потому что объекты бывают разные в этом случае у меня простая из четырех точек маска которая будет двигаться на протяжении всего кадра но бывают иногда моменты когда есть сложные объекты которые нужно обводить и рисовать больше ключевых точек и края у них тоже закругленные вот эта функция вам поможет в этом соответственно дорисовываем до конца и все маска уходит здесь и сейчас не дорисовал но как вы понимаете все это анимируется вот таким вот образом вот как на первых секундах этого ролика делайте это покадрово уделяйте этому побольше времени чем более кропотливо вы прорисуете маску тем более качественный результат будет ждать вас на выходе что же друзья я надеюсь вам понятно как нужно рисовать маски какие инструменты нужно применять и в принципе я надеюсь вы сможете это применить на своей практике переходим ко второму эффекту здесь у нас принцип тот же самый мы рисуем маски но здесь отличаются немножко клипы то есть тот клип который был прорисован маской он не такой грубо говоря стандартный как все клипы которые используются для масок это не движение перед камерой это здесь не прошел человек что когда мы рисуем маску здесь не проехала машина здесь получается нужно будет немножко подумать как изменить как как сделать появление следующего кадра правильно чтобы сделать маску под тому принципу по которым я сегодня покажу вам нужно будет снять кадр такого формата у вас есть какой-то фон и на переднем плане стоит либо объект как моем случае например два человека либо это могут быть колонны это может быть что ли короче это может быть все что угодно где может пролезть камера и мы снимаем либо наездом в эти объекты либо наоборот но в принципе здесь без разницы как вы снимете это все можно на монтаже перевернуть как вам нужно а второй кадр точнее 1 который будет у нас как раз таки фоновым когда у нас появляется маска ну здесь на ваше усмотрение это любой кадр опять же в зависимости от ситуации того что вы снимаете скорее всего это будет что-то тематическое дальше все зависит только от вас какую фантазию вы проявите и так для того чтобы сделать второй эффект я применил здесь несколько способов первый способ это соответственно маска которую мы только что с вами разбирали поэтому здесь я уже не буду уделять этому времени и просто расскажу что я еще добавил потому что здесь маска не такая стандартная как могла быть например где-то в другом месте где кадр перекрывается и следом появляется маска здесь у нас кадр не перекрывается а кадр выезжает вот вот так вот выезжает маска при этом остается тот кадр после этого нижний кадр который у нас вот со штангой он исчезает и дальше проходит этот кадр плавном движении и так как я уже говорил вот она маска проанимирована по кадрово здесь ее нет вот начинают появляться плечи одно плечо вторая рука но как я говорил я здесь не особо заморачивался здесь у меня маска обрезана вот он очень странно я подложил но я сейчас объясню зачем я это сделал то есть вот она маска здесь заканчивается здесь она также продолжается на том месте просто разбиты все на два кадра нижний кадр у нас вот этот вот со штангой он у нас проанимирован по opacity то есть он за 5 фреймов и 100 процентов opacity и 100 процентов opacity по 25 процентов он уходит в ноль и продолжается движение здесь у меня подложен кадр вот этот вот тоже самое начало потому что если бы его например не было вот вы видите как сразу маска меняется в черное то есть для того чтобы вот этого черного не было я еще снизу подложил этот кадр но на нем я никакой эффект не маску ничего не делал не ничего то есть просто это как бы фоновое такое наложение дальше чтобы это все немножко сгладить и вот эти вот края и в принципе чтобы эффект сам по себе смотрелся прикольно я подумал что нужно чем-нибудь его например засветить сбоку и здесь очень хорошо вписались вот эти вот эффекты film burn где огонек мигает смотрите вот здесь мы положили почему он лежит между двумя этими кадрами потому что в первую очередь этот кадр с огоньком должен освещать то что у нас находится сзади и как вы можете наблюдать в момент когда кадр начинается с горением у нас еще сверху идет маска поэтому контур маски четкий но на кадре где у нас девушка со штангой он уже светит далее он конечно переходит ярким сам самый нужный момент почему он яркий потому что там дальше плечи криво проанимированы у меня но в принципе если бы я ровно сделал она бы конечно ничего не поменялось здесь просто прикольный вот этот вот эффект именно всплеска такого пламени далее я еще сверху кинул и кстати говоря здесь вот это пламя у меня лежит стиль наложения это то есть если мы сделаем например нормальный то вот вы видите да здесь тоже нужно будет поиграть в зависимости от того какой у вас кадр здесь у нас такая прозрачность небольшой стоит и сверху я еще накинул этот же кадр только вот я его продлил здесь вперед и здесь я его продлил давайте его включу вам покажу это было сделано для того чтобы вот этот вот свет он ложился и нас и на кадр сверху который у нас маской анимирован то есть смотрите кадр начинает идти у нас вроде бы как контур плеча мы видим что он появляется такой четкий но при этом на нем немножко тоже есть свет потому что если мы например вырубим то он такой ну такой угловатый то есть жестко получается здесь же немножко света я тоже добавил здесь стоит opacity и одно с 0 до 57 поднимается и потом уходит сделано для того чтобы создать такую общую атмосферу то есть это кадр на все накинут как корректирующий слой вот в принципе и вся анимация то есть маска небольшая подложка под нее здесь конечно но здесь просто нужно методом тыка подставлять и в принципе получается прикольно можете спросить почему здесь такая например кривая маска или почему я не стал заморачиваться все потому что сам эффект переход длится всего пять фреймов и вы просто не успеете в реальном времени рассмотреть насколько там четко прорисованные края плюс еще здесь вот этот огонек играют свою роль вот если смотреть в реальном времени вот такой вот эффект очень прикольно необычно маска появилась тот кадр ушел и вот такой вот получается эффект и так народ я надеюсь очень сильно надеюсь что этот туториал помог вам научиться делать может быть новый эффект а может быть разобраться с масками если вам это понравилось если это вам принесло пользу поставьте пальцы вверх если есть какие-то вопросы обязательно задавайте их комментариях подпишитесь на канал и поставьте этот маленький колокольчик потому что он дает вам шанс увидеть видео первым но с вами был тема и увидимся в следующем видео